Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала DVPlay Video, а также посетители сайта DVPlay.ru. С вами снова Петр, и я приветствую вас от себя лично, а также от имени компании DVPlay. И сегодня, продолжая знакомиться со светодиодными фонарями в магазине компании DVPlay, в нашем видеообзоре будет еще один налобный фонарик Cyclob. Фонарик также из продвинутых светодиодных фонарей. Называется он фонарик с артикулом AXXQ22. Вот такой вот сложный артикул. Фонарик имеет три режима освещения. Первый режим – это режим яркого пучка света. Второй режим – это работа, я бы сказал, в полнакала. Ну и третий режим – стробоскопа. В работе фонарик мы еще обязательно посмотрим. Посмотрим, как он светится, но сделаем это чуть попозже. А сейчас обратим внимание на упаковку, в которой он и находится на прилавках в магазинах. Рядом с этой упаковкой находится, в общем-то, сам фонарик. Сейчас мы посмотрим, что находится внутри, что входит в комплектацию этого фонаря. В комплект светодиодного фонаря входит, естественно, сам фонарик вместе с оголовьем, само собой, и с аккумуляторным отсеком. Сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство и два сменных аккумулятора. А сейчас давайте поближе познакомимся с фонариком, поверьте ему, немножечко в руках. По конструкции он практически не отличается от своего коллеги, на которой я делал предыдущий видеообзор. Фонарик состоит из оголовья, которое выполнено вот из этих вот эластичных лент. Здесь же на этом оголовье имеется пара вот карабинчиков, с помощью которых мы сможем достаточно легко подогнать это оголовье под любую голову. Также здесь есть аккумуляторный отсек, на нем три проушины для крепления оголовья, вот вы их видите. На нижнем торце этого аккумуляторного отсека, за вот этой резиновой заглушечкой, имеется разъем для подсоединения блока питания. Сюда мы, естественно, можем подсоединить как сетевой блок питания, идущий в комплекте, так и блок питания автомобильный. Служат они, естественно, для зарядки аккумуляторов. Аккумулятор, в свою очередь, скрывается вот за этой резиновой крышкой. Вот они, те самые два сменных аккумулятора. В наличии также здесь налобная пластина, если можно ее так назвать. Вот она. На ней тоже три проушины для крепления оголовья. Вот. И механизм. Вот он. Вот этот механизм для... Поворотный механизм для крепления и наклона головки самого фонарика. Регулируется вот таким вот образом. Так, ну и, в общем-то, сам фонарик. Вот он, фонарик. На верхнем торце этого фонаря, головки фонаря, находится кнопочка включения-выключения фонарика. Ну, а также переключения между тремя режимами. Размер светового пятна, а также его дальнобойность регулируется поступательно движением головки фонарика. Вот, как вы видите сейчас. То есть, когда она сюда приближена, ну, максимально компактный размер этого фонаря, то тогда световое пятно будет максимально широкое, ну, то есть близкое к нам. Если мы хотим его сделать дальнобойным и тонким лучом, то, соответственно, эту головку сдвигаем. За линзой находится один светодиодик. Вот такая вот конструкция. Ну, а сейчас я выключу свет и попробую показать вам, как все это будет выглядеть в комнатных условиях. Итак, свет я притушил, фонарик уже включил. Включил его в первый режим, режим яркого пучка света. Ну, как я уже говорил, кнопочка, которой переключаются режимы, а также включается и выключается фонарик с помощью этой кнопки, она находится на верхней части фонаря. Вот она здесь. Повторное нажатие на кнопку переводит его во второй режим. Режим, как я его назвал, в полнакала. Еще одно нажатие переключения в режим стробоскопа. Еще одно нажатие, фонарик выключается. Еще раз нажимаем, фонарик включается в режим максимально яркого пучка света. Ну, как мы видим, режимы переключаются по кругу, ничего мудреного здесь нет. Дальнобойность, ну, вернее, так сказать, ширина луча регулируется приближением, удалением головки от непосредственно самого основания фонаря. Ну, вот вы видите, я двигаю ее зад-вперед, соответственно, пучок света становится то шире, то уже. Ну, естественно, становясь уже, он становится более дальнобойным. Итак, повторюсь, переключение между режимами происходит нажатием на эту кнопку. Яркий свет, полнакала свет, стробоскоп, фонарь выключен. Еще раз нажали, фонарь включен в максимально ярком луче света. Вот так вот работает, в общем-то, и регулируется этот фонарик. Все очень просто. Итак, обзор светодиодного фонарика с артикулом FAXQ22 подходит к концу. Давайте подводить итоги. Мы имеем налобный фонарик класса Cyclob с ярким и регулируемым лучом света. В фонарике один светодиод с ресурсом 50 тысяч часов. Есть в наличии сетевое зарядное устройство. В комплекте также автомобильное зарядное устройство. Работает он от двух сменных аккумуляторов емкостью 4800 мАч каждый. Ну и, естественно, эти оба аккумулятора имеются в комплекте. В целом, фонарик можно рекомендовать как туристам, так и дачникам, а также рыбакам, любителям вечерних ночных прогулок, велосипедистам. Ну и, как я уже неоднократно упоминал, на мой взгляд, это необходимый аксессуар в бардачке каждого автомобилиста. В наличии же оголовного крепления развязывают руки, а сменные аккумуляторы добавляют автономности этому фонарику. Те, кто заинтересовался светодиодным фонарем с стеклом F-AXQ22, обратите внимание на ссылку, находящуюся под этим видео. Перейдя по ней, вы попадете на сайт deoplay.ru на страничку с этим устройством. Там вы сможете узнать актуальную на сегодняшний день цену, а также при желании заказать его. Я же с вами прощаюсь, жду вас в следующих видео. Не забываем подписываться на наш видеоканал. С вами был Петр, всем пока!